В 2016 году компания «Лукойл» поддержала проект педагогов 5-й городской школы по созданию музея. На грантовые средства конкурса социальных и культурных проектов, в котором школа стала одним из победителей, удалось закупить необходимое оборудование. Теперь история школы представлена в двух уютных и специально оборудованных помещениях. Старинные прялки, подсвечники, лампы, при которых учились первые ученики 5-й школы, а также ценные документы об истории школы. Еще недавно эти ценные экспонаты могли прийти в негодность, ведь хранились они в неподходящем помещении. Поэтому сейчас то, что у нас есть, мы можем уже достойно как-то это представить, для того, чтобы пользоваться. Ведь у нас в этом году большое мероприятие, 65 лет школе. И вот у нас практически год, конечно, ушел на то, чтобы все это нормально разместить, собрать дополнительные материалы, подготовить небольшие экскурсионные программы, уже подготовленные детьми вместе со специалистом, который руководитель музея. Должности музейного работника в школе нет, поэтому эти обязанности взяла на себя педагог-организатор Нелли Насонова. В планах педагога открыть на базе музея кружок «Музейное дело», где подрастающее поколение будет не только изучать историю родного края, но и заниматься исследовательской и поисковой работой. Для школы музей, конечно, важен тем, чтобы историю-то ребята знали. Ведь здесь они познают и малую родину свою, и корни свои, потому что здесь, в Хариверской, учились и их бабушки, и дедушки, и родители, и они сейчас учатся, поэтому здесь они могут и родословную свою даже изучать. Поэтому они заходить, я думаю, что будут сюда часто. Оборудование для школьного музея было закуплено еще летом прошлого года, благодаря грантовой поддержке компании «Лукойл». Нефтяники на реализацию проекта выделили 134 тысячи рублей. 30% от суммы гранта по условиям конкурса добавила сама школа. На эти средства школа приобрела шкафы, стеллажи и витрины. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.